Ущерб по делу Гайзера составил 1 миллиард 100 миллионов рублей. Цифру назвал сегодня Следственный Комитет России и, вероятно, она будет расти. Это вам не коллекция часов и золотая ручка, которые в прошлую субботу нас пытались впечатлить федеральные СМИ. По данным следствия, говорится в официальном сообщении ведомства, через фонд поддержки инвестиционных проектов республики Коми, фигурантами дела был получен контроль над 23 наиболее рентабельными предприятиями с государственным участием. Впоследствии через подконтрольные юридические лица госактивы выводились в офшоры. То ли мы еще узнаем. Арест Вячеслава Гайзера и ряда высокопоставленных чиновников Коми произвел эффект разорвавшейся бомбы, причем ядерной. Ударной волной накрыла всю страну. Спецы ФСБ и Следственного комитета России сработали быстро, четко и оперативно. Еще в четверг Вячеслав Гайзер строго спрашивал с подчиненных, а спустя всего сутки вопросы задавали уже ему в Москве. Предоставленную ключом скрываем. Ключ подходит. Сейф открыт. Среди изъятых вещей в московском представительстве Коми крупная сумма денег, коллекционный набор часов, договора с офшорными компаниями. Помимо Гайзера почти одновременно в разных уголках страны силовики задержали еще 15 человек. Чуть позже им предъявлено обвинение. Организация преступного сообщества и мошенничество. По данным федеральных СМИ речь идет об отчуждении государственных долей в промышленных предприятиях и преднамеренное их банкротство. Тон заявления официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина жесткий, формулировки отчетливы. Данное преступное сообщество отличалось масштабностью своей деятельности, выраженной межрегиональным и международным характером преступных действий ее участников, а также иерархическим построением преступной организации, сплоченностью, тесной взаимосвязью руководителей и участников преступного сообщества, строгой подчиненностью нежестоящих участников вышестоящим и отработанной системой конспирации и защиты от правоохранительных органов. Среди задержанных вице-премьер регионального правительства Константин Рамаданов, спитер госсовета КОМИ Игорь Ковзель, заместитель главы КОМИ Алексей Чернов, бывший сенатор от республики Евгений Самойлов, руководитель управления информацией администрации главы Павел Марущак, руководитель фонда поддержки инвестпроектов Игорь Кудинов, предприниматель Валерий Веселов и другие. Сейчас они в Лефортово. Пока в списке участников группы 19 человек, но эта цифра, скорее всего, еще возрастет. Басманный суд Москвы в воскресенье такими темпами, сверхурочно, наверное, работал впервые в своей истории. В итоге только одного из подозреваемых, Юрия Бондаренко, служители Фемиды оставили под домашним арестом. Всех остальных отправили в СИЗО. Главный вопрос, который мучает сегодня экспертов и аналитиков, почему Гайзер? Или, вернее, почему КОМИ? Ведь по своим социально-экономическим показателям республика на фоне других регионов Северо-Запада особо не выделялась. Диалог с федеральным центром был стабильно конструктивным. Жесткой критики в адрес Москвы из Сыктывкара не звучало. Сам губернатор был в почете у населения, пользовался авторитетом и уважением даже у оппозиционных сил, потому как в политических скандалах не участвовал. Основных версий несколько, но все они не очень-то убедительны. Одни считают, это передел ресурсов между элитными группами. Другие уверены, дело Гайзера имеет характер демонстративно-показательный, чтобы в нынешнее тяжелое время чиновники боялись за свое место под солнцем. Реакция силовиков на такие домыслы вполне ожидаема. Мы политикой, как вы знаете, не занимаемся. Нам по большому счету было все равно, кем он является. Нам необходимо было собрать доказательства. Обезвредить доказательства и обезвредить всю группу, всю без исключения. Вам надо было их всех одновременно? Да, а кто там, кто выбрал? Ну, для следствия... Но ведь фактура существовала уже много лет у вас. А что за твое? Много лет она была. На этот вопрос силовики отвечают. Задержали сразу же, как только набрали необходимую доказательную базу. В разработку, так называемое ОПС, правоохранители взяли еще 4 года назад, по жалобе представителя одного из федеральных банков. Речь шла о невозврате полумиллиардного кредита, как настаивал истец, преднамеренном невозврате. Кроме того, по версии следствия в числе пострадавших предприятий Зеленецкая, Птицефабрика, Сыктывкарский молочный завод и Сыктывкар Хлеб. По сообщениям газеты Коммерсант, оперативники провели более 80 обысков в Коми, Санкт-Петербурге и Москве. Изъяли более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем. Финансовые документы по легализации похищенных активов на общую сумму более 1 миллиарда рублей. В администрации президента журналистам Коммерсанта заявили, что Владимир Путин был в курсе готовящейся операции. Более того, он санкционировал ее лично. Выступление Путина перед вновь избранными губернаторами сегодня уже не просто наказ президента. Если уж вы пришли во власть, избрались, люди вам доверили такие высокие посты, работать нужно честно и с полной отдачей, иначе не нужно сюда приходить. Кажется, я говорю такие элементарные вещи, но практика показывает, что не всегда, не везде и не все вроде как и знают эти элементарные вещи. Но мы с вами должны не забывать об этом никогда. Пока что Вячеслав Гайзер официально не отстранен, но увольнение с формулировкой «утрата доверия», по мнению журналистов, произойдет в самое ближайшее время. События вокруг республики и ареста ее руководителя уже который день смакуются в федеральных новостях и всевозможных ток-шоу. Приглашенные центральными каналами гости рассуждают о перспективах этого громкого дела, строят прогнозы о том, кому теперь доверят рулить республикой. Между тем, жители Коми, внимая информации с экранов телевизоров и газетных страниц, особого восторга от этой шумихи явно не испытывают. Скорее, стыд. «Когда в субботу я услышала эту новость, стало очень обидно за республику. И я знаю, что люди, живущие в республике, трудятся на благо своей места, где мы родились, на свою малую родину. И это стало неожиданностью, и как будто тебя грязью облили. Очень неприятно, хотя и, конечно, говорят, что очень много разрабатывалось, долго в разработке было. Но это было неожиданно, и себя чувствуешь не очень комфортно, когда по всему, по всей России тебя прославляют, как одну из неуспешных республик. Хотя это не так, я считаю». «Вы знаете, я очень жалею, что действительно такое получилось. Прямо стыдно перед всей страной. Но Гайзера я уважал, я ничего не знал, и мои знакомые ничего об этом не говорили, и за него голосовали». «За республику, ну, стыдно, конечно. Конечно, стыдно. Что-то нам не везет, видимо, на глав республики». «Я считаю, вообще бы федеральные новости, наверное, лучше бы потише говорили, чем такую шумику поднимать. Ну, что сделать, значит, обсуждают эту политику, новости, порядки вещей». Жители республики до сих пор не могут прийти в себя от шока, испытанного накануне. Многие не верят, другие переполнены чувством обиды, третьи лаконично отвечают «по делом». Но быть в центре скандала жителям региона крайне неприятно. Хотя приходится. На губернаторских выборах Вячеслав Гайзер собрал в коме почти 80% голосов. «Я его не адвокат, никто, я его фамилию узнал позавчера, как и большинство присутствующих здесь. Но я посмотрел. Он в 10-м году избрался с неплохим результатом. И, между прочим, в 14-м избрался. 80% у него было голосов. А народ комик, когда шел за него спустя 4 года голосовать, и 80% проголосовали, они себя на помойке нашли или что? В маленьком регионе невозможно не знать, если губернатор ворует. Даже если СМИ задавлены. Все все всегда знают. Пошли и проголосовали? Или что? «Сегодня понятно, что московские СМИ совсем скоро забудут это дело. Вернее, будут вспоминать о нем только по случаю, когда назначат временно исполняющего обязанности главы, когда будет решение суда. И все. Но жителям Коми еще долго придется жить с этим. А еще с чувством обиды за обман и с вопросом, как такое могло произойти в нашей республике». Евгений Ракин, Максим Васильев, о предварительных итогах самого громкого и скандального события в республике.